Важный момент. Что является следствием отсутствия мобилизации? И вот здесь важная политическая составляющая. Если мобилизации не будет, если Украина к этому моменту добьется существенных успехов в наступлении, то картина потерь территорий, которые будут освобождены, и картина успехов в СССР гораздо более будет деструктивна для российского избирателя, нежели картина мобилизации. Подсознательный избиратель российской мобилизации готов. Он уже увидел, что один раз его обманули, и поэтому готов к тому, что его обманут снова. Люди, которые сильно не согласны с нынешней войной, которые выступают и против нее, и против мобилизации, они уже, собственно, показали свое количество, свою интенцию, и мы видим, что это явно не большинство. Большинство — люди, которым все равно. И, безусловно, политические риски, связанные с мобилизацией, есть, и они весьма большие, потому что первая волна мобилизации, породила, ну, самое большое падение рейтингов Владимира Путина, пожалуй, за всю его историю. И Владимир Путин боялся несколько месяцев, в принципе, на публике появляться, а когда появлялся, не говорил про войну. Настолько была серьезная антипатия к тому, что происходило. Однако, это действие создало класс тех, кто уже мобилизован, и их родственников. И эти люди как раз хотят новой мобилизации, потому что они хотят, чтобы их родственники по ротации попали домой хотя бы на время. Поэтому, в целом, выбирая между военными поражениями и рисками от мобилизации, Владимир Путин скорее выберет риски от мобилизации. Но, на данном этапе, почему Владимир Путин, несмотря на это, ее не проводит, мое предположение? Потому что он пока не верит в военные риски. Ему кажется, что все хорошо. Ему постоянно приносят отчеты, что все замечательно, все украинские танки уничтожены, что сама Украина уже вот на грани победить чуть-чуть осталось, и вот она падет, и прочее. Поэтому он надеется, что не придется делать ни того, ни другого. Однако, дает разрешение для того, чтобы подготавливать возможности для проведения мобилизации. Именно поэтому весь год мы наблюдаем, как принимаются всевозможные законодательные инициативы для того, чтобы как-то упорядочить проведение мобилизации. Мы видим создание реестра военнообязанных, которые осенью уже заработают. В нем, по данным Минобороны, будет 25 миллионов человек из мобилизационного потенциала. Благодаря единой этой базе, как сообщается, власти смогут оперативно ограничивать права тех, кто уклоняется от мобилизации. То есть, с момента прошлой мобилизации все чиновники, военкоматы, минцифры и прочее готовили систему, которая позволит более эффективно мобилизовывать людей. То есть, независимо от того, будет мобилизация или не будет, страна к ней активно готовится для того, чтобы в случае, если это решение будет принято Владимиром Путином, а точнее, когда, на мой взгляд, чтобы тогда все прошло не как в прошлый раз. Потому что, возможно, власти сделали вывод из прошлой мобилизации, что проблема была не в самой мобилизации, а в том, как она была устроена, что было огромное количество видео недовольных, что не были готовы полигоны, что не было снаряжения и оборудования. И, возможно, власти считают, что если они проведут мобилизацию в другом виде, то это всех вполне устроит, или, как минимум, недовольство не будет настолько высоким. Зато нет сомнений, что если будут военные поражения, это гораздо сильнее ударит по имиджу Владимира Путина. Поэтому я предполагаю, если мы уже говорим про конкретные сроки, что мобилизация будет в тот момент, начата новая волна, когда пойдут украинские успехи на линии фронта. Не как сейчас, когда Украина имеет успехи, продвигается медленно, но верно, и уничтожает массово российскую артиллерию, на что заживаются российские военные. А когда успехи будут настолько большими, что отрицать их не будет возможности. Что нельзя будет в очередной раз Минобороны постить одно и то же видео, которому несколько месяцев, и рассказывать, как российский военный уничтожил 8 танков. Когда уже настолько будут существенные прорывы и изменения, что невозможно будет их игнорировать. Когда и если эта ситуация наступит, я думаю, вот тогда это будет важный звоночек, когда нужно будет задумываться о принятии решений в связи с мобилизацией каждому гражданину. Условно говоря, если вы начнете видеть в сводках у нас с Русланом Левиевым или в целом у кого-либо еще, как Украина начала сильно продвигаться, и уж тем более, если Украина взяла Мелитополь условный, это означает, что мобилизация будет совсем скоро. Итак, что делать, когда будет мобилизация? Многие советуют уезжать, причем уезжать прямо сейчас. Это совет, безусловно, хороший. Ну, то есть, если вы не находитесь на территории России, хрен вас кто мобилизует. Логично? Логично. Проблемы здесь две. Проблема первая. Очевидно, что не все могут это сделать. Это требует времени, это требует решительности, нужно отказаться от всей своей прошлой жизни, и поэтому для этого нужен план. Что вы будете делать? Где вы это будете делать? Где есть легальная возможность для жизни? Где вы и как вы сможете зарабатывать? Понятно, что у большого количества людей ответа на этот вопрос нет. И здесь появляется вторая проблема. Те, кто уезжают на время. Ну, те, кто вот, например, когда прошла первая мобилизация, когда многие ожидали, в том числе и я, в январе-феврале новую мобилизацию, потому что тогда появилась военная необходимость, так как Россия собиралась идти в атаку, а у России не хватало военных, и логичным напрашивался вывод, что будет мобилизация, потому что нет необходимого количества солдат, но Россия не стала проводить эту мобилизацию, точнее, Путин не стал проводить мобилизацию, и итог этого не заставил себя долго ждать. Российское наступление просто испарилось. Ну, то есть, они пытались его проводить, потеряли огромную кучу солдат, потеряли огромную кучу техники, особенно под угледаром это было хорошо видно, но не продвинулись вообще от слова совсем. Это прямое следствие отсутствия мобилизации. То есть, смотрите, еще раз подчеркиваю, предпосылки к мобилизации можно увидеть, ну, то есть, объективную военную необходимость, но решения, которые принимаются, принимает конкретный человек, и в том числе решение, которое было принято минувшей зимой, не проводить мобилизацию, привело к абсолютному провалу российского наступления, что хорошо. Именно поэтому я говорю, что я надеюсь, что не будет никакой мобилизации, что Путин настолько испугается рисков, что не будет проводить мобилизацию, и в итоге война закончится гораздо быстрее, чем она могла бы продолжаться. И возвращаясь вот к этому плану, когда мы уедем на несколько месяцев, а потом вернемся, в чем его проблема? Пока идет война, мобилизация может произойти в любой момент. Поэтому план с отъездом на месяц, два, три, это не очень хороший план. То есть, это хороший план в условиях экстрена, когда мобилизация уже объявлена. И тут начинаете изучать вообще маршруты, которые существуют. Несмотря на то, что официальный выезд будет запрещен, есть способы пробраться через границу. Есть способы это сделать через Беларусь, есть способы это сделать, попытаться выехать в Казахстан. Я не буду озвучивать эти способы, потому что, ну вот помните, было несколько историй, когда из-под домашнего ареста выбирались, и публичные спикеры, к сожалению, рассказывали, как именно это было сделано. Это так не надо делать, потому что, ну это снижает, как бы, успешность возможности этого маршрута. Это есть на форумах в интернете. Если детально поискать, вы увидите. Почему? Потому что Россия довольно криминальная страна. И как это ни странно, этот криминальный опыт полезен, потому что есть огромное количество лайфхаков, если хотите, и буквально гайдов, как экстренно покинуть Россию, даже если там у вас нет загранпаспорта, или если, например, значит вам закрыт выезд. С этим также помогают очень неплохо алименщики. Они разработали целые маршруты и схемы, как это все делать. Вот. В общем, ваша задача к моменту мобилизации или до нее придумать план, который будет работать. Если вы готовы построить заново жизнь, что сложно, если вы готовы поехать вот сейчас в другую страну, и знаете, что у вас есть возможность, силы для того, чтобы работать там, для того, чтобы легализоваться, делайте это. Это, безусловно, один из лучших вариантов. Особенно, если вы молоды. Найдите какую-нибудь студенческую программу или какие-нибудь возможности для того, чтобы просуществлять в другой стране. Если вы молоды, то у вас есть много перспектив и возможностей, которые вы можете реализовать. И угроза для вас тоже наиболее высока. Чем вы моложе, тем с большей вероятностью вы попадете под призыв либо срочный, либо под мобилизационный и окажетесь в итоге на войне. Но если у вас нет возможности для того, чтобы переехать в другую страну или нет уверенности, ну, точнее так, если нет уверенности, все равно надо пробовать, но если вы уверены, что не получится и не сможете, то у вас должен быть четко подготовленный план. Во-первых, пути отхода. Можете ли вы придумать, как вам экстренно выехать за рубеж, когда будет мобилизация? Второе, если вы понимаете, что точно не сможете этого сделать, то что вы будете делать внутри страны? Как не палиться на камеры наблюдения? Как сменить место жительства так, чтобы никто вас не нашел? Где лучше прятаться? Да, потому что вот есть расхожее мнение, которое бы я тоже, ну, мне казалось, что это возможно, что в деревне, например, лучше всего прятаться, никто вас там не найдет. Это не так. Оказалось, что в деревне как раз все друг друга знают и вас довольно быстро заложат участковым. Поэтому один из лучших вариантов – это небольшие-большие города. Ну, то есть города, которые не как Москва и Петербург, где повсюду камеры, при этом города, где не каждая собака знает друг друга, но при этом, который еще недостаточно цифровизован для того, чтобы вас быстро находить. То есть, вот такие способы. Ну, опять же, почитайте. Там, движение уклонистов в России имеет довольно большое количество людей и довольно большую историю и постоянно делятся друг другом новыми лайфхаками. Короче, мой посыл главный, чтобы вы были готовы, потому что эффективность принятия вами решений и подготовленность к принятию этих решений и будет обеспечивать ваши возможности. Что еще есть? Есть организации, которые помогают по юридическим вопросам и не только юридическим. Я оставлю ссылки на эти организации в описании. Выпишите себе это или сделайте памятку, пошлите знакомому и прочее для того, чтобы вы знали, куда обращаться в случае чего. Это организации. Призыв к совести, например, это коалиция, у них есть горячая линия и генератор судебных исков по призыву называется «Не поеду», это бот, такой в Телеграме. Есть движение сознательных отказчиков, писать можно в боты, также внимание стоит обратить на каталог материалов движения, где собрано много информации. Есть горячая линия для призывников и военнослужащих от Агоры и военного бутсмена. Проект также запустил горячую линию по вопросам изменения законодательства о повестках. Дополнительную информацию и консультацию можно получить и в школе призывника, проектах «Гражданин и армия», а также «Солдатские матери» Санкт-Петербурга. Все ссылки я оставлю в описании, обязательно их себе запишите. Ну и напоследок, не поверите, рекомендации от Z-каналов, что делать во время мобилизации. Например, организация какой-то своей подругой, значит, которая вот типа с позицией про военных как-то отстаивают типа права военных. В общем, там сложный лор у них, но тем не менее советы довольно неплохие. Вот что пишет эта организация «Женский фронт». Мы не знаем, будет ли новая волна мобилизации или не будет. Руководство слухами в таких вопросах не в наших правилах. Но мы много работаем с семьями мобилизованных первой и пока единственной волны. Видим многие проблемы, о которых можно было бы избежать. Поэтому, пожалуйста, сделайте заблаговременно несколько вещей. Если мобилизация будет, они существенно упростят вашу жизнь и жизнь вашей семьи. Если не будет, ну просто потратите немного времени. Нотариальная доверенность на близкого человека, чтобы ваша семья могла в ваше отсутствие решать вопросы с недвижимостью, банком и другой. Обязательно с правом передоверия, чтобы юристы вас могли представлять в суде в случае необходимости. Если у вас трое более детей или трое и один на подходе, сделайте копии их свидетельства рождения и отнесите в свой военкомат. Вот здесь я сделаю одну поправку. Везде, где у них сказано отнесите в военкомат, это надо читать по-другому. Это попросите доверенное лицо отнести в военкомат. Будь то юрист или будь это родственник. Лучше юрист. Дальше. Если у вас есть какие-то нюансы по здоровью, соберите все медицинские выписки эпикризы. Посмотрите по расписанию болезней, под какую категорию вы попадаете. Напишите заявление в военкомат с просьбой провести переосвидетельствование в связи с имеющимся заболеванием и приложите все документы. Подавайте в двух экземплярах, чтобы у вас на руках осталось заявление с подписью и печатью о том, что его приняли. Тут сложнее совет, потому что надо приходить в военкомат на переосвидетельствование, но, возможно, это можно сделать в какой-то там гражданской больнице. В общем, здесь будьте аккуратнее, но в целом, да, если у вас есть болячки, все документы нужно об этом собрать. Если вы студент очной или очно-заочной формы обучения, посмотрите положение о призыве на воинскую службу. Там в приложении есть образцы справок. Изучите статью 18 ФЗ о мобилизации. Если вы единственный опекун несовершеннолетнего брата или сестры, если вы заняты уходом за недееспособным родственником или инвалидом первой группы, документы об этом также необходимо отнести в военкомат. То есть передать военкомат через доверенное лицо. Если организация, в которой вы работаете, предоставляет бронь, пообщайтесь с отделом кадров. Отправляли ли они списки забронированных военкомат? Не будет лишним взять из отдела кадров документы о том, что у вас бронь, и также передать военкомат. Вот такие советы еще раз от Z-каналов. Это совет от Z-каналов. Часть из них очень неплохая. Не Z-каналы неплохие, а советы, которые даются. То есть в Z-каналах тоже активно обсуждается возможность мобилизации. Кстати, про бронь. Интересная история происходит, сообщает Верстка. Сотрудники столичного ГБУ «Жилищник» с июля начали оформлять новые брони от мобилизации. Об этом рассказали Верстки работники предприятий из двух разных районов Москвы. По словам одного из них, продление и освобождение от мобилизации получают не все, у кого они были в прошлую волну. Мне вот не дали, расскажет один из них. Некоторым сказали ехать в военкомат для уточнения данных. Я пока не ездил. Бронь-то до октября у нас и, видимо, не всем продлят, сказал работник жилищника. О том, что в столичных предприятиях начали оформлять брони, Верстки также рассказал подписчик, работающий в одной из московских структур. Ну, опять же, это со ссылкой на источники. Как вы помните, я не очень доверяю всему, что связано с источниками, но, тем не менее, к сведению принять можно, что источников несколько и Верстка довольно детально и педантично с источниками работает. Видите, не с источниками из Крымля, а просто с людьми, которые там присылают им какие-то документы, заявления и прочее. Но самое выступление среди затканалов, причем прям отмороженных, наверное, самые ублюдские на свете люди, это ДШРГ Русич, это настоящие нацисты, значит, во главе с Мельчаковым, это прям самые отвратительные на свете люди, одни из, по которым по каждому плачет тюрьма, не только зарубежная, но и российская, они, в свою очередь, выступили довольно интересно, комментируя как раз законопроект об уголовной ответственности и фактически призвали не дать себя мобилизовывать. Вот что они пишут. Законопроект об уголовном наказании за уклонение от мобилизации внесут в Госдуму этой осенью, сообщил в парламентской газете глава Думского комитета по обороне Андрей Картополос. И вот что добавляет к этому ДШРГ Русич. Иногда лучше сесть, чем принудительно пойти куда не хочешь. Золотые слова, кстати, их бы выбить везде. При первой возможности сразу уволимся из ВСРФ и на мобилизацию не пойдем. Лучше переехать из страны или поехать в оркестр. Воевать или добровольно, или вообще не воевать. Пусть депутаты, министры, олигархи своими детьми противника гонят на Запад. Мы этому государству отдали долгов больше, чем от него получили. Вот такая фронда от, собственно, Зетканалов. Я хотел рассказать еще про пару Зетканалов, что они пишут, но вижу, что хрометраж уже получается довольно большой. Может быть, об этом как-нибудь в следующий раз. К сожалению, я думаю, что поводы еще будут. И тема мобилизации, она к сентябрю, к октябрю будет только увеличиваться. И, к сожалению, на мой взгляд, закончится как раз мобилизацией. Однако, в сегодняшнем видео я рассказал вам все факторы, которые говорят о том, что мобилизация возможна и весьма вероятна. А также часть механизмов и инструментов, что делать, когда она будет объявлена и почему это делать нужно до того, как она будет объявлена. Еще раз напомню, что в описании будут упомянутые мной боты, телеграм-каналы и прочее, где вы можете получить и консультацию, и, собственно, можете получить информацию. Это не реклама, мне никто за это не платил, просто мне кажется важным, чтобы была возможность быстро и оперативно сделать все возможное, чтобы не оказаться убийцей и трупом. А с вами был Майкл Наки, и до скорых встреч. Всего доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok